Это Елена Викторовна, моя прабабушка, а у Насти была Мария Викторовна. Елена Викторовна была замужем за Константином Шильбахом, а Мария Викторовна за Борисом Юргенсоном, сыном Петра Ивановича. В семье их звали бабушка и дедушка-зайчики. У них было трое детей, одним из которых и был мой дедушка Петя. Они познакомились на живых картинах в какой-то из московских усадеб, может быть, у Третьякова. Мария Викторовна участвовала, а Борис Петрович и Петр Иванович наблюдали. Это была любовь с первого взгляда и навсегда. Борису Петровичу часто приходилось уезжать за границу, и сестра его, Александра Юргенсон, написала одного из зайчиков в разлуке. Они грустили друг о друге и договаривались в один и тот же час смотреть на созвездие Большой Медведицы, чтобы мысленно быть вместе. Как-то перед отъездом они прогурились в саду, и бабушка подарила дедушке фиалочку, а он засушил ее в книге и привез ей из Парижа точную кофе от французского ювелира. Из золота и эмали с бриллиантом. Брошь из созвездия бриллиантов Большая Медведица тоже была, но она, к сожалению, не сохранилась. В те времена руководить музыкальным издательством, это были бескомичные поездки по Европе. Надо было заключать разные хитрые соглашения с иностранными издательствами. Это тогда было принято, иначе как бы мы здесь получили бы ноты западных классиков. И он же был по образованию юристом, Борис Петрович. Он, по сути дела, был одним из главных инициаторов того, чтобы Россия вступила в Международную Бернскую конвенцию по авторскому праву. Борис Петрович, кстати, первый, кто составил каталог всех сочинений Чайковского. Ему известных, а с номерами досок, изданных у Юргенсона, не изданных у Юргенсона. Ну, такие акции, как, например, издание на русском языке словарей Риммана, и Борис Петрович был переводчиком. На сегодняшний день это важнейший справочный источник, там работали крупнейшие русские историки.